Науки не только юношей питают, ведь Казанский университет открывает свои двери не только для студентов. А вот наши новости откроют тебе самые свежие события родного вуза. В студии Олег Скиданов. Сегодня в выпуске. Вспомним великого ученого. В КФУ открылся музей Николая Лобачевского. Премию и медаль Лобачевского вручили американскому математику. Революция в умах и сознании людей. В КФУ прошел ночной переворот. 1 декабря. День рождения великого математика Николая Ивановича Лобачевского. В Казанском федеральном университете открылся музей его имени. В чем значимость музея и почему он открылся только сейчас, ты узнаешь в следующем сюжете. 1 декабря состоялось открытие музея Николая Лобачевского. Музей базируется в ректорском доме КФУ. Создание музея планировалось с 1942 года, однако до реализации проекта дошло только в 2017. Был накоплен огромный материал, были подобраны документы, были сделаны копии с этих документов. И велась сотрудниками музея огромная работа по поиску, по выявлению экспонатов, которые были связаны с жизнью Николая Ивановича Лобачевского. И что особенно важно, это выявление его потомков. Целью музея было не только рассказать о самом Лобачевском, но и раскрыть историю его идей. Артем Тупичкин, Леонардо Влитяров, Роман Самарин, Владислав Михневский, Универньюз. Сразу после открытия музея в Императорском зале Казанского университета вручили премию и медаль его имени. Профессор Калифорнийского университета Ричард Мелвин Шейн стал обладателем премии и медали имени Николая Лобачевского за выдающиеся работы в области геометрии и ее приложений. Подробности смотри далее. В первый день зимы в Казанском федеральном университете празднуло 225-летие геометра ректора и строителя Казанского университета Николая Лобачевского. В этот день в Императорском зале Казанского университета, в создании которого принимал непосредственное участие сам великий математик, вручили премию и медаль его имени. Торжественная церемония вручения медали и премии имени Лобачевского за выдающиеся работы в области геометрии и ее приложений юбилейный год. Еще одна дань уважения великому нашему соотечественнику. Я напомню, что еще в далеком 1895 году, вслед за празднованием 100-летнего юбилея Лобачевского, было принято решение об учреждении одноименной международной премии. Возрождение медали и премии имени Лобачевского – это результат совместного труда ученого совета, попечительского совета и международного совета. Это своего рода возвращение к тем далеким временам. Имя победителя стало известно еще в конце августа во время пресс-конференции в высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. Лауреатом премии стал американский математик Ричард Мэлвин Шейн, автор ряда работ в области теории относительности, которые призвели огромное впечатление на мировое научное сообщество. Я горд и рад находиться сегодня здесь. Мне приятно, с каким тепло меня и мою супругу встречают в Казани. Наследие Лобачевского, безусловно, одно из величайших достижений мировой науки. Сегодня я хочу рассказать о своих исследованиях и о том, как на них повлияли мысли Лобачевского. Особое внимание этой премии уделило и правительство Республики Татарстан. Награду от лица Республики лично вручил Фарид Мухаммедшин. У нас сегодня, я бы сказал, большой научный праздник. Праздник в связи с тем, что мы реанимировали по срокам вновь вручение этой высокой награды, оценки вклада в науку и одновременно приурочив ко дню рождения Николая Лобачевского открытие музея. Банковская карта с уже внесенными на счет 75 тысячами долларов США оказались в руках победителя под громогласные аплодисменты гостей церемонии. Также памятные знаки из рук ректора КФУ получил каждый из членов жюри. Это серебряные копии главной медали. Сразу после церемонии Роберт Шин и Ильшат Гафуров рассказали журналистам о том, что будет с премией дальше и какова ее судьба. Ни для кого не секрет, что 2018 год в Казанском федеральном университете и Республике Татарстан объявлен годом Льва Толстого, великого русского писателя и студента Казанского императорского университета. Президент нашей республики Руслан Маргалевич Мениханов объявил своим указом в следующий год, 2018 год, годом Толстого. И создана специальная рабочая комиссия сегодня по формированию программ этого года. И я думаю, результатом также явится соответствующая премия. Но мы предполагаем или желаем, чтобы было две премии в разных областях в области лингвистики и в области литературы. Этот поистине масштабный день завершил сериал мероприятий, проводимых КФУ в рамках объявленного в 2017 году года Лобачевского. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ-Ньюс. После целого ряда торжественных мероприятий состоялось возложение цветов к могиле Лобачевского. Подробности с места события расскажет Адель Шимилова. После торжественной части отмечаемого в КФУ дня рождения великого математика, на который была вручена престижная премия Лобачевского, представители университета и родственники Николая Ивановича отправились почтить память на церковную аллею Арского кладбища, где похоронен легендарный ученый. Здесь состоялось возложение цветов к его памятнику. Скончался Николай Лобачевский 12 февраля 1856 года. В тот самый день, в который 30 годами ранее впервые обнародовал свою версию неевклидовой геометрии. К сожалению, ученый мир при жизни Николая Ивановича оценивал открытие Лобачевского скептически. Всеобщее признание пришло к нему лишь после смерти. Современные физики уже пришли к выводу, что пространство, где мы живем, обладает отрицательной кривизной. И именно геометрия Лобачевского описывает его лучше всего. При геометрии Лобачевского у нас не было бы теории относительно Эйнштейна и исследований Клейна. Его работы расширили наше представление о мире и дали возможность составить о нем более точное представление. Аделя Шамилова, Ленардо Валерьяров, Универньюс. 30 ноября запомнится всем, ведь шестая ночь науки открыла свои двери для всех желающих. О том, как прошла последняя ночь осени 2017 года, ты узнаешь в сюжете Олега Кашина. Последнюю ночь осени Казанский федеральный университет никак не мог уснуть, ведь свою работу начал ночной переворот. Интерактивно-образовательный лекторий проходил в рамках проекта «Про наука» и радовал гостей университета уже в шестой раз. Любой желающий мог прийти на это мероприятие и окунуться в атмосферу студенческой жизни. Цель этого проекта – популяризовать науку как деятельность, вовлечь людей в процесс обучения и дать понять людям, что наука – это интересно. Это именно те принципы, которые всегда были важны для Казанского федерального университета. Аналогичные мероприятия позволяют и соизмерять то, что дается сегодня и то, что востребовано. Поэтому, я думаю, сегодняшнее мероприятие, оно тоже удачное, об этом свидетельствует и полные залы. Оно не только гуманитарное направление сегодня, поскольку вот в соседнем зале разбираются вопросы, связанные с гравитацией. И я с удивлением посмотрел, что там есть даже школьники разных возрастов. Они все слушают, никто не уходит. Поэтому это говорит о том, что то, что преподаватели дают, оно понятно. А когда любая вещь понятна, хочется сидеть и слушать. Темой ночного переворота стала революция. Гостям мероприятий показали и рассказали все то, что когда-то совершило настоящую революцию в умах и взглядах людей. Всего было три секции – общество, наука и искусство, а для детей было организовано шоу «Сокровище науки». Кроме этого, школьники могли задать свои вопросы по поводу поступления в Казанский федеральный университет специалистам приемной комиссии. Участие в мероприятие было традиционно бесплатным, и если ты пропустил это событие, то обязательно приди на следующую ночь науки. Олег Кашин, Ленар Довлетьяров, Универньюз. Сокровище, которое вы ищете – арабский язык. Именно так называется Олимпиада по арабскому языку, которая собрала студентов со всей России. Все подробности с первой Всероссийской студенческой Олимпиады расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. Институт международных отношений и истории востоковедения Казанского федерального университета открыл двери для студентов со всей России, которые знают и любят арабский язык. Стартовала первая Всероссийская студенческая Олимпиада «Сокровище, которое вы ищете – арабский язык». Конечно, одна из целей – это выявление лучших из лучших, это мотивация студентов, которые изучают языки. Ведь одно дело изучать язык, а другое дело иметь возможность соревноваться среди достойнейшими. В рамках Олимпиады будут проведены конкурсные испытания в шести номинациях. Принять участие смогли студенты третьих и четвертых курсов бакалавриата. Свои результаты студенты смогут узнать на закрытии Олимпиады, которая состоится 2 декабря. Все участники получат сертификаты, а победители – дипломы и медали. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Ты смотрел самые близкие своему зрителю новости? Весь этот выпуск с тобой был я, Олег Скиданов. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok